Так, всем доброе утро, всем добрейшее осеннее ноябрьское хмурое утро. И мы продолжаем изучать Тору, изучать Божественный Свет, излучать Божественный Свет, который идет на мир, и благодаря которому мир существует. И вот мы сейчас его как раз и будем изучать. Значит, мы продолжаем изучать пятую главу Перте-вод. Да, доброе утро, шалом из Биробиджана. Как там Татьяна Талисман в Биробиджане, интересно. Да, живут же люди, Биробиджан, Сибирь. Я слышал там вот такие комары, как размером с кулак. Так, правда это или нет? Что там вот такие комары с размером с кулак в Биробиджане. Сталин, да, так придумал идейку, говорит, давайте сделаем еврейскую автономную область в Биробиджане. Да, хотел туда всех евреев отправить, представляете? Но Бог, у него были другие планы, и Сталин умер. Как раз у него удар случился в Пурим. В Пурим у него удар случился, и как раз после Пурима должно было быть дело врачей, уже все было заготовлено, дело врачей, суды, и должны были евреев высылать всех в Биробиджан на исправление. И, значит, как раз, когда все было заготовлено, бах, он умирает. И вместо вот этого суда над отравителями, значит, всех реабилитация. Оказывается, был все обман. Интересно, что я как раз вчера так случайно, вчера пару дней назад читал статью про Карл Радек, такой был, и Карл Радек, который был затронут, ну, в общем, это ужас был. Людей там так, я слышал, что коммунистический режим уничтожил 50 миллионов человек. Вот если взять за все годы, начиная с 17-го года и заканчивая его концом в 91-м году, ну, значит, с 17-го по 91-й прошло 70 лет, это 87-й. Можно сказать, что, ну, реально он закончился в 87-м где-то, когда уже было понятно, что он уже все рушится. Это Горбачев, когда пришел все. Интересно, что 70 лет было вавилонское изгнание, это между двумя храмами было 70 лет. 70 лет простал Советский Союз. Если мы возьмем числовое значение слова SSSR, то есть самых-самых-самых рейш, то будет числовое значение такое же, как Митцраем. Митцраем и Египет. То есть это была страна, как Египет, такой прям джжж. Империя зла, как назвал ее Рональд Рейган. Уничтожили 50 миллионов человек с идеологией своей коммунистической, да, такая прям целую придумали, целую придумали какую-то вообще цирк такой. Потом бах, джжж, все рухнуло, нету больше коммунизма. Хорошо. А мы изучаем Вечную Тору, и сказал нам глава 20 Иуда бен Тейма. Он нам сказал так, вот тут как раз появилось его имя, Иуда бен Тейма. И он сказал так, Он говорит, будь дерзок, как пантера, и будь легок, как орел, и будь беди, как олень, и будь богатырем, как лев, мощным таким, как лев. Он говорит, делая волю Отца Твоего, что на небесах. Это первая часть того, что он сказал. То есть сейчас мы с ней разберемся. И он тут же продолжает. И он еще говорил, он говорит, тот, кто будет дерзкий, у него дерзкое лицо, он попадет в ад. Убожит по ним леганеден, а тот, у кого божит по ним, у кого стыдливое лицо такое, скромное, он попадет в рай. Видите, вот скромное, это как у меня сейчас. Вот такое. Божит по ним. Вот так даже. Должно быть неудобно, но чуть-чуть неудобно все время должно быть. Знаешь, что, вдруг я что-то не так делаю. Значит, божит по ним леганеден. И дальше он продолжает, заканчивает свою мишну. Ей рацион мелифанейха. Пусть будет воля перед тобой. Это такая прям молитва. Вообще, когда хочешь Бога попросить, нужно попросить, чтобы его воля совпала с твоей волей. Что такое молитва? У тебя есть какое-то твое желание, и ты просишь Бога, чтобы его желание совпало с твоим. Сейчас оно не совпадает. Потому что, когда ты просишь что-то, это значит, что у тебя этого нет. А раз у тебя этого нет, значит, Бог тебе это не дал. И ты просишь, говоришь Богу, я прошу тебя, измени свое желание насчет меня, чтобы было твое намерение, Бог, его как бы желание управлять миром. И когда мы говорим вот молитву тут в конце, о чем же просил Раби Иуда бентейма? Он говорил так. То есть о чем он просил? Он просил, чтобы был город Иерусалим отстроен в его время, потому что это было уже после разрушения храма, после разрушения Иерусалима. Римляне, они что сделали? Они город разрушили, распахали и сказали, что вообще и время на этом месте жить нельзя, заходить туда нельзя. Назвали это место Капитолина. Капитолина и значит, и все, евреям запретили заходить в Иерусалим. Представляете, евреев угнали всех в Рим, угнали Колизей строить там. Ну то есть угнали, разрушили, сожгли. А зачем они так сделали? Знаете, интересно, что было же восстание. После разрушения храма было восстание Бар-Кохбы. И это было серьезное восстание. То есть римляне, они послали прям армии, послали армии с самыми сильными своими полководцами. Тот полководец, которого они послали, он потом стал императором Рима. Они подавляли в колониях восстание, а тут была серьезная иудейская война. Что даже если имя арка, которая не арка победы. То есть так как это была империя, им очень важно было, что если кто-то вдруг делает восстание, прямо уничтожит, чтобы другие даже не думали восставать. И они вот так вот прямо распахали все. И интересно, что представьте, как у Бога какие были планы, что 2000 лет практически, да, храм был разрушен 70-й год, вот эта иудейская война была где-то, 100-й год, практически 2000 лет без перерыва, значит, евреи не жили в Израиле. И эта земля была не заселена, она была пустыня пустыней. Вообще, такое было божество, что вот когда приезжали, там еще лет 150 назад приезжали путешественники, они говорили, более такой вот тусклой и пустынной земли нет вообще. Вокруг там, там Ливан, там Едипет, все цветет, все это самое. Тут вообще вот просто пустошь такая. И потом, когда закончился срок изнания, вот то, что молился Раби Иуда Бентейма, оказывается, его молитва сработала через 2000 лет почти. Он просил ей, рацион милифанеха, пусть будет воля перед тобой, Бог всесильный наш, чтобы был отстроен твой город, Бимирабаймэн, в скорости в наши дни. Но он не был отстроен в его дни, но молитва, она сохранилась. Он говорит так, что нам надо или жить в Иерусалиме, в Израиле, евреям, и тогда сама земля это как святая земля. Но в этой святой земле ты должен тоже соответствовать святости. Если ты в ней не соответствуешь святости, тогда Бог выводит тебя из этого святого места. Зачем нужно в святом месте грешить? Но то, что заменяет Израиль, заменяет Израиль по святости, это Тора. И он говорит, или отстрой город, или дай нам место в Торе. Потому что если ты в Торе, ты как будто бы в святом городе, то есть ты с Богом соединен. Или ты, если в Израиле живешь, ты с Богом соединен. Но если ты живешь в Израиле и грешишь, проблема, огромная проблема. Это, как известно, есть история, когда спрашивали у Бен-Гуриона, говорят, на каком вы основании вообще вы сюда пришли? Он говорит, как на каком основании? Вы молите все Библии, в Библии написано, что Бог отдал эту землю народу Израиля. Там на каждой странице написано, что Бог отдал эту землю народу Израиля. А ему какой-то арабский шейх, это я слышал, в ООН. Он говорит, секундочку, нельзя размахивать листочком, вырванным из Танаха. Ты вырвал листочек, на котором написано, что Бог дает эту землю Израиля. А там дальше написано, на каких условиях? На условиях, что будете соблюдать все заповеди Бога, установления, постановления и так далее. Что же говорит? Я даю землю на условиях, что будем соблюдать. Так он ему ответил. Такая есть легенда. И Бен-Гурион, он основал клуба. Значит, сдвинуть ее. О, отлично. Хорошо. И он ему, значит, Бен-Гурион, да, Бен-Гурион, он что сделал? Он основал клубы, клубы прям по изучению Танаха. Он очень изучал Танах, это письменную Тору. И, значит, у него прям на столе были эти все там отрывки из Танаха. Он считал, что восстановил именно тот Израиль, который был до разрушения храма. То есть он был такой, как бы, идейный. Хорошо, а мы возвращаемся к Торе. Что нам сказал до этой просьбы Иуда Бен-Тейма? Он сказал так. Значит, будь дерзок, как пантера. Говорят, что пантера самое дерзкое животное. Оно маленькое, но очень дерзкое пантера. Ну, мы знаем пантеру по Маугле. Бадира там была такая, умная была пантера. В общем, говорил Иуда Бен-Тейма, что нужно быть дерзким, как пантера. Тут интересная такая есть вещь. В Талмуде написано, что евреи самый дерзкий народ. То есть евреи самый дерзкий народ. И что если бы не было бы Торы, они бы разрушили весь мир. Потому что вот эта вот внутренняя, как бы, дерзость, да, которая есть, вот, там, вот эти нобелевские лауреаты. Кто такой вообще нобелевский лауреат? Это человек, который говорит, да, ну фигня, все, что там меня придумали. Я сейчас лучше что-то придумаю. То есть это евреи, они не считаются со статусом кво, вот, что вот так установлено. И поэтому вот эти все революционеры, там, ученые, которые ломают предыдущих ученых, ну, их, как бы, идеи и так далее. Все вот эти вот, если вы посмотрите, даже вот бизнесмены какие-то такие, ну, вот, есть яркие-яркие, которые прям ломают правила. Это часто евреи. Вот это вот, это качество, внутренняя дерзость, умение сломать рамки, да, сломать рамки. Теперь он говорит, будь дерзла, как пантера, лег, лега, как орел. Орел легкое животное, оно прямо на потоках воздуха даже крыльями не машет. У него большой объем крыльев у орла, и он себе вот так вот висит, висит, висит. Потом видит он издалека добычу, и камнем туда прям падает. Очень легкое животное. Значит, птица. Рацкоцви, беги, как олень. Значит, олень, он очень быстро с места трогается, если вы видели олени. Олень, вот, любое движение, звук, и олень сразу как стрела. У него очень быстро вот эта стартовая скорость. И будь мощный, как лев. Значит, лев, он мощный. Но в чем все это? Он сразу говорит, послушай, все эти качества можно использовать только, делая волю Бога. То есть, если ты эти качества используешь для чего-то другого, ты себе вредишь. Себе вредишь, миру вредишь и так далее. То есть, мы учили, так как пятая глава – это разъяснение первой главы, первой и второй. То там была такая, такая была мишна во второй главе, что «Осе рецонок и рецонхо». Делай волю Бога, как ты делаешь свою волю. «Где шуя осе рецоноха к рецонох». Чтобы он выполнил твою волю, как его. Что имеется в виду? Вот Бог сказал, это добро, это зло. Делай, вот это делай, вот это не делай. Теперь, значит, есть человек, у человека есть его воля, его желание. Он сидит, человек, и думает, что я хочу. Есть хочу, пить хочу, гулять хочу, славы хочу, признания хочу, денег хочу, отношения хочу, шапочку хочу, курточку хочу, кино посмотреть хочу. То есть, у человека есть очень много его «хочу», которыми он прям вот этими «хочу», он двигает себя по миру. То есть, у человека по миру двигают его хотелки. То есть, если, поэтому есть люди, которые сильно двигаются, у них есть одна большая хотелка, то, что называется мечта, там, они на ней зациклены. Есть обычные люди, у которых «их хочу» раздроблено на множество разных хотелочек, таких маленьких. И, мало этого, самая тяжелая ситуация у тех людей, у которых хотелки, они противоречат друг другу. То есть, с одной стороны, хочу тренироваться, с другой стороны, хочу отдыхать. С одной стороны, хочу, там, красивую фигуру, с другой стороны, хочу жрать. Ну, много и все. С одной стороны, хочу успеха, с другой стороны, работать не хочу. Вот так вот живет большинство людей. У них множество мелких, разновекторных «хочу», и они как очень слабо горят. То есть, они, знаете, как бензинчик такой, чуть-чуть захотел, сдулся, чуть-чуть захотел, сдулся. Теперь есть единицы, у которых есть одно «хочу». Они взяли себе, придумали одну, то, что называется, мечта, и они «давай туда хочу, хочу, хочу», прямо их эта одна штука драйвит. И они на этом драйве, они делают действия, делают, делают, делают много действий. И в итоге они создают то, что они хотят. Они входят в эту картинку, о которой они мечтали. Но она тут же у них рассыпается на глазах, потому что в тот момент, когда они эту картинку себе придумали, и в тот момент, когда она реализовалась, обычно это уже разные люди. То есть, прошли годы, он стал умнее, сильнее, богаче. И эта картинка, которую он себе когда-то придумал, как «большое хочу», она уже есть. И он придумывает себе новую картинку, и опять все повторяется. Теперь нам Тора предлагает другой вариант. Она нам говорит, сделай его волю, волю Бога, как свою. То есть, поменяй свои хотелки на то, что Бог сказал, это надо делать в этом мире. И тогда, если ты будешь делать его заповеди, заповеди – это то, что Бог сказал делать, он выполнит твою волю, как его. То есть, тогда у тебя появляется, если какое-то желание вдруг. Но, опять же, ты же должен большую часть желаний – это делать его Бога. То есть, ты делаешь заповеди, ты с Богом как бы соединяешься. Ты говоришь, секундочку, есть я мое эго, мои хочу, а есть то, что Бог сказал делать. Я меняю свое эго на желание Бога, значит, я с ним соединяюсь в этот момент. То есть, тут очень надо понять, что как с человеком соединиться. Вот вы хотите соединиться с девушкой, например, если вы мужчина. Значит, чтобы с девушкой соединиться, вы должны выполнить ряд ее желаний. Цветы, комплименты, там, жениться иногда девушка хочет, чтобы на ней женились, жениться на ней и так далее. И тогда вы с ней соединяетесь в одно целое, в одну семью. Понятная идея. То есть, для того, чтобы с кем-то соединиться, ты должен выполнить его желание. Когда ты выполняешь желание Бога, выраженное в заповедях, ты с Богом соединяешься в одно целое. Только так. Потом, когда ты с ним соединился в одно целое, если у тебя вдруг появляется желание другого вектора, то ты говоришь Богу, как сказал в конце Раби Иуда бен Тейма, «Ей рацион мили фанеха, пусть будет воля перед тобой, чтобы…» И если ты большой цадик, большой праведник, который уже много с Богом соединялся и делал много его желаний, как были великие такие праведники, и есть они тоже в каждом поколении, то тогда есть известная история, как был такой Раби Ханина Бендоса. И вот просто про него две истории я расскажу. Одна история, значит, дочка перед шабатом его, она, значит, ой, говорит, масла нету, свечи зажечь. Что же делать? Я случайно ошиблась, там вот купила уксус. Он говорит, наливай уксус, будет гореть. Она говорит, так, а как же будет гореть? Он говорит, тот, кто сказал маслу гореть, скажет уксус, и уксус будет гореть. И уксус горел, значит, все, Бог для него сделал чудо. А вторая была интересная с ним ситуация. На дороге, где, ну, была дорога, раньше же была природа, дорога, это было там 2000 лет назад. Была одна дорога, где жил какой-то типа варана, такой зверь, арат он назывался. Что-то, какой-то гад такой, да, между ящерицей и змеей, ядовитый еще. И он, значит, кусал людей. И люди боялись ходить по этой дороге, потому что выскативал варан, кусал ядовитый, и все, и нету человека. И об этом сказали вот Раби Ханине Бендосе. А он был великий праведник. Он за неделю съедал ведерочко плодов рожкового дерева и пил только водичку. И с неба был голос, что весь мир сейчас, все поколение живет в заслугу праведности Раби Ханине Бендосе. А ему самому хватает вот этого вот ведерочка рожкового дерева плодов, сухие такие стрючки и водички чуть-чуть. Все, вот это его то, что он берет от мира. Ему ничего не надо. Он только выполняет волю Бога. И с Богом соединившись в одно целое, наверное, испытывает от этого большое наслаждение. Наверное. То есть это как бы очень сложно. Я знал только одного такого вот праведника настоящего, Рабицких Зильберг, который вот он все время был с Богом. Он все время был на позитиве. То есть он на таком позитиве был, что просто вот самый счастливый человек, даже фильм есть про него, самый счастливый человек на свете. То есть он сиял все время. И он все время, у него был один вопрос. Что Бог от меня хочет? У него не было никакого другого вопроса в жизни. Что Бог от меня хочет? И он все время делал вот это. У него как игра компьютерная такая была. И он все время это делал с преодолением своих человеческих возможностей. То есть это у него был такой квест на выживание. И у него прям вот такая жизнь была интересная. То есть прямо удивительно. Ну, в общем, с этим Арадом заканчиваю историю. Раби Ханина Бендоса пошел. Ему говорят, там же это животное, оно убивает людей. Он подходит, значит, к его норе. Засовывает туда ногу. Этот Арад его кусает. И умирает. Он его достает из этой норы. Несет в Бэтмедраж в дом учения. И говорит, нет, говорит. Не Арад убивает. Грех убивает. Грех убивает. То есть вся внешняя вот эта вот вся история, она является ответом на действия человека. Что ты делаешь, что ты себе в ответы получаешь. Так вот, значит, еще раз давайте вернемся к Мишне. Сказал нам Раби Иуда Бентейма, что нужно взять вот эти качества всех этих животных для служения Богу. По сути, эти качества все, они, ну как бы, есть среди них одно, которое прям плохое. Вот это вот качество азут, дерзость, оно плохое. Но если даже ты вот это вот плохое качество используешь ради служения Всевышнему, оно становится хорошим. Остальные нейтральные. Легкие, быстрые, мощные. Это все хорошее качество, но если ты их все направляешь, выполняя заповеди. И тут же он предупреждает. Но если ты просто это качество, вот ты такой был дерзкий в служении Богу. Мне вчера рассказывали историю, в шаббат вернее, про главного раввина России, Раб Берл Лазар. Он очень влиятельный человек. Не просто влиятельный, а мегавлиятельный. То есть он прямо заходит, ну он и с Путиным общается, и все там. Но есть люди, вот центры влияния. Он летит в самолете каждый раз, когда он летит в Америку, летит долго. Он выходит в салон самолета и ходит, ищет евреев. Спрашивает, вы еврей? Вы еврей? Вы еврей? Я еврей. Давайте тфилин наденем. И он давай всем просто, вот как простой человек, одевает им тфилины, помогает одеть тфилин. И вот как-то он летел, нашел одного человека из Новосибирска. Он летел в Америку, он ему одел тфилин. Он прилетел, тут же звонит Раву Новосибирска, Равину Новосибирска и говорит, смотри. А, не, не так было. Он справился, вы евреи? Он говорит, я не еврей, моя жена еврейка. Он ей говорит, ну женщины тфилин не одевают. Он говорит, а у вас дети есть? Есть. Сын есть. А он в синагогу ходит? Не ходит. Надо, чтобы он пошел в синагогу. Ну он с ней поговорил. Взял их координаты, звонит Равину Новосибирска, сам лично, как прилетел. Говорит, смотри, вот есть парень, пригласи его, и ты должен заняться им все. Потом позвонил, проверил, или он его пригласил, или нет. Тот его пригласил, и когда летел он в Новосибирск потом, на свадьбу там, сына этого Равина, Берлазар, он в самолете встречает вот эту опять семью. Он говорит, а вас на свадьбу пригласили? Не пригласили, он говорит, я вас приглашаю, приходите. Пригласил их на свадьбу. Сын будет? Будет. И он на свадьбе этого сына еще уговаривает прямо там сделать обрезание. Значит, тут же он звонит в Москву, в Мойль, организовывает ему ночной перелет в Новосибирск, через там вообще вот такие вот какие-то дебри, чтобы сделать заповедь обрезания. То есть это квест такой, да? Это называется «Будь дерзок, как пантера, и будь как силен, как орел, как этот самый, как лев, выполняя волю Бога». Равин Берлазар, ему вот просто, ну вот ему настолько, у него все в жизни вопросы решены. И он в свое время, силы, и вообще вот реально это сложно, он тратит на то, чтобы именно выполнять волю Бога. И за это ему есть огромная-огромная заслуга, я думаю, все его влияние именно за это. Что он настоящее. Теперь, значит, но если потом это же качество использовать не на служение Богу, а дальше ему кто-то, например, там на ногу наступил, и он такой, ты че мне на ногу наступил? Все, написано, что если ты дерзкий к людям просто, не выполняя волю Бога, то это ведет человека куда? К диному, к аду. То есть это ему обеспечен ад. Теперь, а тот, кто божит по ним, тот, кто стесняется, но именно не стыдливый полностью, есть люди, которых стыд полностью останавливает, а он ведет себя так. То есть стыдливый, это божит по ним, это когда у тебя на лице есть скромное человеческое выражение лица. Знаете, на сегодня тиражируются разные выражения лиц. Как должно быть лицо важного человека? Ну, такого, знаете, эталон лица. Если вы посмотрите сейчас вот эти лица, на которые тиражируют глянцевые журналы, это страшно, да? Женщины вот такие, а мужчины, ну, в основном тиражируется нетрадиционная сексуальная ориентация. Почему-то это считается модно на сегодня. Это ужасно, то есть это ужасно. И на самом деле лицо должно быть веселое, скромное, немного такое стеснительное. Это идеал культурного, интеллигентного, доброго человека. Так должно быть уже 2000 лет назад нам, как тебе вот об этом сказали. И молиться о чем надо? Чтобы был поскорее отстроен храм в Иерусалиме, и чтобы у нас была доля в Торе Всевышнего. Вот мы сегодня выучили эту Мишну. Ну, я расскажу анекдот про сегодняшнее время, в котором мы живем. Рабинович пришел в посольство Израиля, говорит, все, я решил уехать. Решил я уехать, ну, там, не знаю, с Украины, с России, с бывшего Советского Союза. Ему говорят, а почему вы решили уехать? Он говорит, я боюсь, сейчас ситуация очень усложнилась здесь. Ему говорят, в чем усложнилась? Сейчас полная свобода, демократия. Он говорит, в этом проблема. Говорит, я вот просто наблюдаю тенденцию. Что, говорит, лет сто назад за гомосексуализм расстреливали, при Сталине расстреливали, при Брежневе садили в тюрьму, при Горбачеве перестали на это обращать внимание. Сейчас рекламируют. Он говорит, я боюсь, что с такой тенденцией еще немного это станет обязательным. Говорит, с такой тенденцией, как сейчас идет, говорит, боюсь, скоро станет обязательным. Вот, дорогие друзья, мы не должны идти на общественных тенденциях, мы должны идти на тенденциях Бога. Бог создал мир, Бог объяснил, как мир работает. Бог показал, что с ним лучше не шутить, и за разврат был потоп. Если вы помните, потоп был за разврат и грабеж. Мы сейчас изучали про Ноаха. Поэтому, пожалуйста, не занимайтесь ни развратом, ни грабежом, а занимайтесь торой, добрыми делами. И Бог вам поможет и в этом мире, чтобы было счастье, и в мире грядущем, чтобы была вечная, хорошая, приятная жизнь. В вечном мире рай вначале, потом Алла-Мабба, грядущий мир. То есть вообще впереди прям очень много всего хорошего. И чтобы туда прийти, нужно просто выполнять заповеди и не заниматься развратом. Все, что сложного, не занимайтесь развратом и выполняйте заповеди. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Продолжение следует...